МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суверенитет Беларуси – это люди, которые что дня широ и отданно выполняют свою працу. С гэтых слов президента у Палаца Незалежности сегодня началась одна из самых пригожих и эмоциональных церемоний. Перед голодным Державным Святом, Днем Незалежности, Александр Лукашенко уручил Держу Знагороды. У гоноровым списся 45 представников разных профессий. Их перемоги – особистые достижения на вытворчасти, в спортивном олимпе або у операцийных. Середу Знагородженных были и те, кто рызаковал житем деля инших. Орден за особистую мужность урученный Александру Васильеву. У листопаде узброенный рабаунику ворвался у отделения банка у Могилеве и взял у заложники 14 человек. Под выглядом начальника службы безопасности банка полковник почал перемоги. Ему отрималось и уговорить злочинца отпустить заложников. У зале Держу Знагород было немало людей у погонах. Яны примножают славу минулых поколений, демонстрируют узорное выконание долгу и особистую мужность. Александр Лукашенко повиншавау усих с Головным Державным Святом, Днем Незалежности и высокими узнагородами. Наш суверенитет – это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу. Сохраняют мир и порядок на родной земле, оставаясь образцом мужества и верности служебному долгу. Укрепляя экономическую стабильность, трудятся на производствах, стройках, научных лабораториях, на фермах, в полях. Слава всегда находит того, кто в своем труде искренне стремится принести пользу Отечеству. Для кого наградой, в первую очередь, является результат его деятельности. Именно такие люди, увлеченные делом, настоящие профессионалы и патриоты Родины, собрались в этом зале. Вы и есть самая надежная опора нашего государства. Будучи образцовыми специалистами, делаете намного больше, чем рассказывают о вас наградные листы. Являетесь самым красноречивым примером мастерства и личного успеха для всех, кто находится рядом с вами, а значит, меняет жизнь к лучшему. Благодарю вас за профессионализм и активную гражданскую позицию. До Дня Незалежности по традиции открывают обновленную дошку гонору. Все лето на ЯЕ будут занесены 64 переможцы с поборництва за минулый год. Отповедный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. У приватности за досягнение наилепших показчиков у сферы социально-экономичного развития вызначены 44 переможцы. По экономии ресурсов – 20. У тем лику лепшим признаны Наравлянский район Гомельской области. И еще одна добрая святочная традиция. Третий год за пар на переда Дни Дня Незалежности Республики Беларусь по инициативе БРСМ по всей краине проходят веншование молодых мать с народжением детей. Сегодня распашонки вышиванки у подарунок вручили маленьким хамельчанам. Акция «Подары новонародженому вышиванку» отбылась у родильном отделении Гомельской городской больницы номер 3. Адактивисты у Беларусского Республиканского союза молодей новонародженые отрымали у подарунок первые у их жизни распашонки с беларуским орнаментом. Вспродвеку гэтый узор лечился не просто упрыгожванием, а саправдным оберегом для человека. В эти дни более 50 малышей получат в подарок свою первую, так сказать, одежду, распашонку с национальными элементами, с элементами нашей беларусской национальной вышиванки. Надеемся, что эти ребята в скором будущем пополнят ряды БРСМ и обязательно станут гражданами, достойными гражданами своего государства. Акция «Подары новонародженому вышиванку» пройдя во усих районах Гомельской области у Тымлику и 3-го липеня, у День незалежности Республики Беларусь. У Гомельской области зняли заборону на наведывание лясов, обмежавание, адмененное во усих районах. Нахадаем, яны были приняты у метах безопасности, з-за спякоты и отсутности опадков. Даже зменили ситуацию, але не по всей краине. У особных регионах заборона пакуль дейничая. Класс пожара небезпеки у лесах знизился, а вось погроза заражения караедом застается актуальной. Жучок да ужиней у некальки миллиметров бязлитасно знищает сосновое насаджение. Пашкоджанное древо вылучается желтой кроной, яго не тяжко зауважить. Однако у гэты час злочинца с новым семейством уже опрацовывая суседние сосны. Лесникам приходится бороться с караедом на опереджене. Разом с сухими древами вырубцы подлягают и те, что знаходятся на вокал. Больш подробязно в нашем наступном сюжете. Шкодный жук нападает на вершиню древа и перекрывает доступ вельгати до кроны. На гэтасы ходят, прикладно, 3-4 тыдни. Только тогда начинают проявляться видовошные предметы наявности караеда. Однако за гэты час он поспевает обзавестись потомством и перселиться на новое древо. На ветке внешних признаков какого-то повреждения абсолютно нет никаких. Она еще зеленая. Смотрите, что мы видим на веточках на стволах. Уже оно повреждено, уже караед там присутствует. Он уже ведет свою жизнедеятельность. То есть это дерево еще внешне, не имея признаков, оно уже поражено, заражено. Шустрый жук на сам рэш вельми маленький. Однако шкода наносит не меньше залезный пожар. Практично один и метод боротьбы изъем – вырубка сухих древ, спальвание посешенных рэштков и уборка дровнин из леса. На сегодняшний день на учет поставлено более 12 тысяч гектаров сплошных санитарных рубок, которые необходимо разработать, вырубить древесину. Нашими лесхозами разработано порядка уже 9,5 тысяч сплошных санитарных рубок. Это с начала года этого. Работают все лесхозы. Во всех лесхозах наблюдается усыхание. Особенно это усыхание наблюдается в южных регионах. В этом году активность караеды также очень высокая. При эферомонном мониторинге, мы проводили по первому поколению, в ловушках наблюдается до 9 тысяч жука за декаду. Чтобы было понятно, максимальный критерий, который уже угрожающая численность – это 3 тысячи. Караед можно давать от двух до трех поколений у насчатков, и кожной он покидая на старом древе. Сам шукует новое место для дальнейшей житедейности и размножения. Для того, как позбавиться от шкодника, необходимо вырубать так само и свежезаселенные древы, которые на первый взгляд здоровые. Под корой кожной рослины, с которой працуются лесники, и снуют тысячи ходов караедов. Спынить жука и захавать сосну – такая задача стоит сёня перед лязгасами региона. Евгения Кухаронок, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гомель». Приехал до родных угостей и потанул ураце. 16-годовый подлеток выросил поплавать в Березине, але не справился с худким тячэнням. Гэта опошня, але не один и сё летний выпадок, коли у водоёма Гомельской в области гинуть дети. Кто повинен займаться пытаннями беспеки неполнолетних, доведаўся Олег Сенсерову. За опошня 20-годовым самым несприяльным в плане несчастных выпадков на водоёмах Гомельсина был 1099-й. Тогда у в области потанули 297 человек, 42 за ких дети. Статистика гэта года – 15 дорослых и 3 неполнолетних, хоть поравнулась лишь бы не совсем корректна, бо навод один загинувший уже трагедая. Причым часто я наздарается по вине дорослых. У якости прикладу выпадок, які отбывся 1 мая гэта года, у мазарин. Ребенок шестилетний находился на домашнем подворье, где взрослые занимались работами. И в какой-то момент ребенок отлучился, выпал из поля зрения взрослых, оступился и упал в данный небольшой водоём, который находился на домашнем подворье. Мы, когда его уже нашли, пытались оказать помощь, то уже, к сожалению, было это делать поздно. Плавание дятей повинно проходит под постоянным контролем батьков, наставников, инструкторов и тренеров. Группами не больше 15 человек в специально отведенных местах, які узгоднены з органами санитарного нагляду и осводом. Нескладанное правило вядомо усима, а для далёка не усими выконывается. Неупочную чергу, по этой причине, с початком купального сезона на Гомишине каждый тыдень проводится каля 50 рейдов за делом вратовальников, супрацовников милиции и простойников системы эдукации. А в прочатах областной организации освод распрацовали и надруковали некаких вариантов памяток загульным заглядом «Батьки, не покидайте детей, каля воды без догляду». Тут самая необходная информация, о якие часы для купаться, як оказывать першую допомогу и якие правила поводены на воде обовязковые для ваканания. Под час рейдов памятки раздают отпочивающим, у тымлику и по замежам официальных пляжов. Только у Гомили таких местов забороненных для купания каля 30. Самое беспечное место для купания официальные пляжи сегодня их на Гомишине 43. Тут и дно водоема водолазами обследована и допомога побыч. Причем, каля одни вратовальники контролируют ситуацию с допомогой бинокля, іншая постоянно находится на воде. Сирот не больше действенных мер профилактики со встречи специалистов с детьми у школах и санаториях плюс наглядная агитация До процесса купания у открытых водоемах необходно у вогли подоходить с пыльной долей осторожности. У местах знаходжения водоплавящих птушек, например, можно захворить на циркареез. Нечимки циркария, яке живусь на птушках, трапляюся под скору человека, як выник высыпки на теле и максимуме повышение температуры. А про чатаго, у гэтом месяце эпидемиологи доследовали каля 400 проб воды и у 85 выпадках яна не отповедала покажчикам без пеки. У выникучего зараз купание детей не рекомендовано на 9 пляжах Гоменской области. Выносится ограничительное мероприятие по купанию детей из-за превышения в пробах воды индикаторного показателя эшерихия коля, то есть это кишечная палочка. Ее количество превышает, поэтому не рекомендуется купаться детям при повышенных содержаниях. Это может привести к развитию каких-нибудь кишечных заболеваний. Александров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Навука гэта займальна. У гэтым можно переканаться особиста, наведавши интерактивную выставу «Галилей». Яна открылася у картинной галереи Гаурила Вашченки. Усе представленные тут экспонаты наглядно демонструюць розные законы физики, природные з'явы и аптычные иллюзии. А тому их не только можно, а лі наваты треба кранаць руками. На выставе наведывальники доведаюцца, на чым зручнейся деть, на цвяках або бильярдных шарах. З допомогой рычага Архимеда з лёгкастю узнімуть гіру вагою 32 кг. На плазменным шаре убачать, что тело человека – добрый проводник электричного току. Так само тут можно запустить маятник и доведацца, як прадметы могут катиться вверх и лунаць у поветры. А яшчэ отрымать корыстные веды про тое, кольки калоры измещаюць розные продукты харчавання и які физичные занятки треба выканаць пасля их уживання, каб не выкликать негативную нагрузку на організм. Гастям так само пропануюць скласть і магнитный фоторобот, намаліваць выявы про задлюстравання у люстырцы, сыграть на трубах, які імітуець органную музыку, звычайными хатніми тапочками і залізці ў скрыню фокусника. Музей цікавой навуки Халилей обіцяя яркі емоції і ураження як детям, так і дорослым. Виставка продліться до 14 сентября, поэтому у вас буде можнасть прийти к нам на проспект Ленина 43 вместе і взрослые, і дети, потому що, действительно, каждый найдет для себя что-то интересное. Взрослые вспомнят свої познання із физики, а детям буде интересно узнать, як все це работает в действительности. І так, ждем вас на проспекте Ленина 43. Перші кроки у навуці впевнена робять у дельнікі фестивалю робототехніки і программіровання для школьніків, які зараз проходять у Гомілі. За перамогу спрачаються в учні з Гомільськой, Мінськой, Бресской і Бранській областей. Усяго 16 команд. Насыченая программа Стімфеста включає як конкурсну, так і познавальну частку. Подробязністью в матеріалі Ганны Каральчук. Навука, технології, інженеры, творчасть і математика. Мінавіта гэтае словы зашифрованне у абревіатуру фестивалю. Йон прымае каляся мідістів учняв з 2-го по 9-е класы, які приїхалі у Гоміль, каб прадемонстроваць свае навыкі і здольністі у программірованні, робототехніці і моделірованні. Базі для проведзення форуму сталі обласны палац творчасті дяті і молодзі і Гомільський дзержавний універсітет ім'я Франциска Скарыны. У першы дзень юные программісты споворінчалі у трох дисциплінах. Бітве роботів, розпрацовці додатків для інтернету і мобільних прилад і программірованні у асяродзі «Скрэч». Дали задання «Сделати груз, зв'язанну з екологією». І ми роботали вдвоєм. Я не один приїхала з Брянська, а з своєю колегою. Ми робили проєкт, нам дали два з половиною часа, наскільки я знаю. Ну, сценарием проєкта був код, який проходил проїлицю і удивлялся тому, наскільки загрізнена вулиця. І він не проігноріровав це і убрал. Після насыцченого споборницького дня у дзельніки наведали з екскурсії офіс одну із ведучих айти-компаній. А сьогодні провели день в университеті, де приняли у дзелу в майстер-класах по створенні 3D-проєкта з використанням программ моделіровання. Шкільникам пропонували надруковать емблему з тим фестивалю, як забрати її на пам'ять з собою. Далі яны отправилися на математичний семінар під назвою «По той бок лічбау». Фанат математики із Минска, Довголевець Егор. І щас я там посміла, чуще посидела, мальчик один говорить, якщо б мене був такий учитель математики, мене бува біде десятка. І після обеду у нас буде встреча з психологом Анна Ісайенко, приїхала теж з Минска. Она психолог-профорієнтолог, т.е. она дітям определяє, нужно ли тіпо бути айтишником, врачом, артистом, спортсменом. Т.е. які-то тесты їй сработали. Подобне мероприємство стало першим не тільки у Гомелі, але й Україні у цілому. Організатори кажуть, що головна задача не тільки виявити переможців, а дати таліновитим дітям махчимість отримати цікаві і корисні веды, а так само виявити схильність до будучі професії. Все бояться физику, математику, все думають, що сильно сложно, пойду-ка я лучше куда-ніть в гуманітарну професію. На самом деле, це не сложно, точніше, це сложно, але не так сложно, як многие думають. І такі мероприємства також направлено на те, щоб знімати з дітей напряг і боязнь цих точних наук. І вот буква «А», коли вона туди ще додавляє іскусство, вона допомагає дітям, які склонні, може бути, в якій гуманітарній професії, хоча б посмотреть в сторону высоких технологій. У Біларусі за опочнення три гады колька школьніків, які займаються робототехнікой, виросла у два з полові рази. Зараз Україні амаль 300 об'єднання, дзе програміруюць і створююць роботів. Ганна Коральчук, Ігор Марышченко, телерадоакампанія «Гоміль». Гэта і атак сама інші новини ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by Далі у ефірі «Де-факто» і «Спортивний огляд» я з вами розвітваюся. Доброго вечора! До нових зустріч у ефірі! В ефірі телеканала «Беларусь 4» «Де-факто» в студії Александр Гамоля. Здравствуйте! Спеціалисты комитета госконтроля Гомельській області выявили нарушення в общепите, связанном с отделами образования. Сотрудники госконтроля проверили, как осуществляється закупки в учрежденнях Будокошелівського, Ветковського, Ельського, Калинковичського і Кармянського районних отделів образования, а також Железнодорожного і Центрального районів Гомеля. В результаті проверки всплыли системне нарушення незаконне расходування средств почти на 100 тисяч беларуских рублі. Основне нарушення, яке мы посмотріли, і суть выявленних нарушень, це, прежде всього, осуществування закупок продуктов питання без проведення необхідних процедур, які, значит, регламентировані законом о гостарственних закупках. І, скажімо так, саме масове нарушення, яке ми установили, це, значит, нарушення при исполненні уже заключённих договорів в гостарственних закупках. То есть, коли отделы образования заключали дополнительные соглашення, і зачастую, значит, менілись об'єм і стоїмость приобретаємих товарів, які, в тому числе, вликли дополнительное расходування бюджетних средств. Масштабный рейд по парковкам провели інспекторы ГАИ. В центре внимания оказались места для інвалідів. Сотрудники проверили, занимають ли їх, не имеюющее на це право водители. Как показал рейд, это происходит практически повсеместно, а нарушення носит распространённый характер. Водители не стесняются знаков с інвалідной коляской, без зазрения совести, паркуются возле центрального рынка, торгово-развлекательных центров, зданий администрации і гипермаркетів. Последні об'єктів і вовсе б'ють все рекорды по количеству откровенных нарушень. Очень много поступає жалоб со стороны водителей транспортних средств, управляющих, которими управляють лица с ограниченными возможностями. Город, к сожалению, загружен транспортом. Наличие оповещающего знака на стекле автомобиля, согласно правилам, носит рекомендательный характер. Водитель с ограниченными возможностями может его и не вывешивать. Однако те, кто не имеют группы по инвалидности, рискуют заплатить штраф до двух базовых величин. Конечно же, в случае, если инспектор проверит авто по базе данных. Таких мест для парковки инвалидов не очень много выделено, поэтому, когда человек приезжает и пытается припарковаться, оно занято. И ему приходится парковаться на общих основаниях. Четыре автомобиля столкнулись сегодня на улице Советской в Гомеле. Со слов очевидцев, водитель Сузуки, выезжая с дворовой территории, решил объехать стоявший на правой полосе грузовик. Но столкнулся с автомобилем Хонда, из-за чего последнюю иномарку отбросила навстречку, где она столкнулась с троллейбусом и с автомобилем Рено. Пострадавших нет. Авария в Светлогорском районе оказалась чем-то похожей на предыдущее ДТП. Только произошла она на загородной трассе, где водитель легкового авто попытался объехать трактор. В итоге посад занесло, он съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне авто находились три человека, водитель в больнице. А хозяйка этой иномарки и вовсе продемонстрировала чудеса вождения. Девушка перепутала скорость и дав газу задним ходом заехала на крыльцо одного из гомельских банков. К счастью для водителя, пешеходов на ступеньках в тот момент не оказалось. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завтра в столице Боснии Игорь Цеговин и Сараева стартует чемпионат Европы под дзюдо среди юношей и девушек. В составе белорусской команды на континентальное первенство отправились и гомельские спортсмены. За медали будут бороться Валентина Трошко и Алина Постоловская. Турнир в Сараево соберет более 450 юных спортсменов из 42 стран континента. Команда Гомельской области выиграла командный зачет Республиканской спартакиады школьников по боксу. В турнире принимали участие спортсмены в возрасте 13-14 лет. Победителями спартакиады стали Максим Стасенко и Даниил Рудов из Гомеля. Жлобенчанин Кирилл Дугарь, Александр Сидоров из Светлогорска и Павел Юдицкий из Мозыря. Также в активе спортсменов из нашего региона 5 серебряных и 3 бронзовые награды. В общем зачете у сборной области первое место. На втором месте боксеры из Гродненской области замкнула тройку сильнейших команда Могилевского региона. Успешно прошла для гомельчан и республиканская спартакиада школьников по спортивной гимнастике. Воспитанники Гомельской из Дюшор номер 4 заняли второе место в общем зачете, уступив только сверстникам из Минска. Юноши заняли второе место в командных состязаниях, девушки расположились на пятом месте. В личных состязаниях в Многоборье по программе мастеров спорта у гомельчан две награды. Вадим Скобов выиграл золото, бронза у Павла Якубова. В индивидуальных видах у представителей областного центра также богатый медальный урожай. У Вадима Скобова два золота, два серебра и бронза. Павел Якубов завоевал четыре награды золота, два серебра и бронзу. В состязаниях по программе кандидатов мастера спорта Даниил Григорчук принес копилку команды региона два золота и два серебра. Владислав Агапитов одну золотую награду. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.